всем привет дорогие друзья с вами крипто watchmaker и сегодня мы поговорим об одном мошенники про которого я снимал уже два ролика под всплывающие подсказкой вы найдете собственно эти два ролика наверное еще оставлю по ссылочке в описании чтобы более детально окунуться происходящее там как раз предыстория всего того что будет сегодня оба ролика хронометражем выходит где-то на час поэтому я не буду вам сейчас заново доказывать то что доказано в этих роликах мы просто принимаем их как факт уж там уже все много-много-много раз доказано показано и собственно так оно и есть и мы как раз про последний simba storage сегодня тоже вскользь затронем потому что произошло ровно то о чем я и говорил ранее у данного ролика будет свободный доступ к копированию то есть если вы возьмете этот ролик разместите его у себя на канале либо какие-то куски из этого ролика на своем канале либо из предыдущих роликов там тоже свободный доступ никаких страйков не прилетит и не прилетит жалобы на копирование контента так что можете смело пользоваться всеми тремя роликами как вам заблагорассудится давайте немного предыстории где-то 8 месяцев назад получается да я записывал вот такое вот разоблачение и после этого еще вот такое вот разоблачение отдельно на хранилище симба до который сейчас является просто трес никакого симбы уже больше нет теперь это трес антон катин очень любит делать и ребрендинге своим проектом а потом их скамить но до этого мы еще доберемся так что вот два ролика тут имеется огромное количество отзывов как люди теряли деньги огромные деньги там 60 тысяч долларов там 100 тысяч долларов все по разному и собственно именно так состояние заработал этот человек они на торговле криптовалютой как он говорит огромное количество отзывов и знаете у меня осталось еще много материала который не вошел в эти два ролика но на тот момент на третий ролик у меня не было достаточно материала но при этом часть осталось которую я сегодня и использую я буду вставлять вам видео людей которые пострадали от рук этого мошенника под обоими роликами огромное количество комментариев как он кидал людей деньги на большие деньги и делает он это с 2010 года я не понимаю как вы до сих пор можете нести деньги ему если просто загуглив его имя и фамилию в яндекс поиске вылазит огромнейшее количество информации о нем и о том уже скольких людей он обманул но сегодняшняя главная тема это его новый пирамидос который он делает якобы на физической добыче золото в странах африки и польши кажется польши если все правильно помню кстати говоря немного отвлекаясь до хранилище симба мы помним про безопасное хранение токенов в его хранилище да помните один симба один bitcoin сатоши и сейчас этот сайт выглядит вот так и уже не про какой один симба один сатоши естественно никакой информации нет сайт переработан у него новое название многое как мы видим здесь просто убрано с этого сайта ну а токен симба естественно похоронен потому что если зайти на сайт до зарегистрироваться залогиниться мы видим что имеется определенное количество токенов которые вы здесь можете хранить купить продать и так далее и мы видим что никакого симбы здесь даже в помине нету то есть это снова получается люди которые покупали этот симба токен и мне кажется их было немного потому что если здесь смотреть там 280 холдеров когда я снимал роликов и было там буквально немного меньше ну и кстати говоря симба сторидж токен это как раз токен который как он писал на этом сайте да является двигателем главным двигателем этого хранилища мы видим что он укатан в нули ну просто ниже цены при айсио да или там айсио ну то есть мы видим что он не стоит абсолютно ничего на данный момент ну и холдеров кстати говоря стало ну немножечко больше самое большое кидалово как раз таки которое он сделал это было шутс капитал и как раз таки вставлять людей пострадавших я буду сегодня именно с шутс капитал потому что шутс капитал пострадала огромное количество людей на огромное количество денег и дальше уже мы видим что количество холдеров у него особо не увеличивается что здесь что здесь то есть по факту вот этот трес и симба до сторидж которые переработали до абсолютно никак не сработал с точки зрения кидалово людей до розничных скажем так инвесторов здесь он пытается разводить уже там арабских дубайских шейхов и так далее тому подобное то есть он более точечно бьет да и обманом занимается уже там ну естественно все эти цифры рисованные вся эта хрень это все не имеет место к существованию это просто мусор еще раз повторю подробно я все это разбирать не буду вы можете посмотреть вот эти два ролика в них я просто последовательно детально разобрал всю историю его деятельности начиная там с 2010 года и сейчас он заманивает людей в новый скам аурум виртус association ассоциация силы золота что-то такое как-то переводится вроде бы добыча золота на территории румынии и африки не польши а румынии извиняюсь арбитраж валютных пар хеджирования сделок естественно и сюда арбитраж прикручен 204 процента годовая доходность естественно она фиксированная поэтому потому что было бы не 204 а было бы там более 200 там или тип того что-то и вознаграждение восемь с половиной процентов два раза в месяц 17 процентов в месяц получается 17 умножить на 12 как раз получается 204 процента годовых но и куда же без реферальной программы 8 уровневая реферальная программа стопроцентная легальность реализуемой деятельности простой удобное управление личным кабинетом на сайте международная команда профессионалов но тут даже никто заморачиваться не стал потому что рандомные пирамидосы из сети порой делают куда интереснее презентацию они из каких-то там 8 страниц до с огромным шрифтом как сделано это здесь минимальная сумма участия 300 долларов то есть чтобы вам как раз таки получить свою реферальную ссылку вам как минимум 300 долларов нужно вложить но и естественно депозит невозвратный то есть то что вы заплатили сумму входа это уже невозвратные и все что вам остается на что вам остается надеяться это то что вы отобьетесь за полгода да я думаю что через полгода после старта этого проекта он умрет а скорее всего он умрет раньше потому что люди увидят этот ролик люди увидят предыдущие ролики и лично я считаю что к антону катина уже нет никакого совершенно доверия потому что новый чат группа да у него где по вот этому вот а в проекту в нем сидит всего 109 участников то есть всего 100 человек сидит там на данный момент и большинство из них я уверен что это скорее всего рифоводы они частные инвесторы но я почитал естественно всю переписку которая там была а там с 26 июля почти что за две недели всего 93 сообщения набралось причем большинство из них наверное самого антона катина как начать регистрации на сайте подключение кошелька метамаск личному кабинету внесение депозита в юсдт и получение вознаграждения дважды в месяц вознаграждение начинаю начисляются в юсдт и доступны к выводу любой момент времени ну естественно реферальная программа то есть представляете человек говорит что они будут добывать золото странах африки русские какие-то поедут добывать золото или как он говорил выкупить гору где-то там в румынии да и начать фармить золото там и при этом он ставит реферальную программу восьмиуровневую но это просто какой-то трэш я не знаю ну и тут мы видим что запуск первого пула июль 2023 года это как раз сейчас собираются рифоводы первой линии запуск сайта в августе 23 я надеюсь что до этого даже не дойдет и он просто похоронит эту тему и будет придумывать что-то новенькое но мы потом про это новенькое узнаем потому что пострадавших от его рук огромное количество огромное количество людей смотрела мои ролики и мне люди сразу же пишут если он что-то вот начинает типа а вы вот это вот производить да все что мы здесь видим это реально ленивенькая пирамида от мошенника с огромным стажем которому я не знаю как вообще можно что-либо доверять потому что он уже столько людей покидал что при вводе запроса антон катин в яндекс куда-нибудь поиск до влазит такое количество информации что он скамер что у меня просто в голове не укладывается как можно нести ему деньги то есть что у людей в голове которые сейчас имея всю эту информацию до могут доверить ему хоть какую-то копейку хотите прикол да я такой просто решил зайти в чатик поздороваться а кто-то пробовал вообще гуглить имя фамилию данного человека все в курсе кому деньги несут лично я слежу за деятельностью антона с 2020 года и у меня нет вопросов такого плана вот как человек следит да ну понятное дело что это либо адепт какой-то либо это просто какой-то член команды до зазывала заводила который занимается заманиванием людей до спрашиваю что вы можете сказать по поводу этих двух роликов ну типа не смотрел но примерно представляю чем речь то есть как не смотрел как не смотрел не не то чтобы типа ну как так можно мой ролик не посмотреть да нет а совершенно другом о том что ты несешь деньги кому-то ну не проведя никакой research вообще то есть не проведя исследование да кому несешь почему несешь зачем несешь просто потому что человек красиво говорит но это такое себе знаешь вот есть презентация тут как раз я посмотрел полностью потерял полчаса своей жизни как раз где он рассказывает про все скажем так скам схему и в этом ролике есть интересный момент примерно на 22 25 где-то минуте если вам интересно найдите этот чат и найдите этот ролик да он как раз рассказывает мне горит знаете проще с большим количеством людей типа делать бизнес чем обращаться к шейхам там у меня есть знакомые миллиардеры из китая из индии там еще откуда-то да но они горит все такие мозгоделы типа и с ними все так долго ясен красен даже если эти люди настоящие и то есть они имеют деньги они естественно сначала 15 раз все проверят а потом только будут думать давать тебе деньги или нет антоша просто решил что ему проще разводить обычных работяг которые хотят заработать деньги которые потом не сломают ему ноги за то что он кинул да а естественно если эта тема дойдет до какой-либо реализации скорее всего где-то через полгода знаете что произойдет он скажет что какие-нибудь сомалийские пираты на вертолетах я не знаю прилетели украли все наше золото там я не знаю перестрелки война и все такое и все и в итоге выплаты при прекратятся также как они прекратились шутс капитал я просто прикреплю скриншот из ну сообщение какое они написали когда закрывали шутс капитал и наверное принципе на этом потихонечку будем закругляться и далее в ролик я вставлю как раз таки обращение тех кто уже пострадал от его рук со скриншотами их личных кабинетов в этом самом шутс капитал до того как сайт окончательно прикрыли до сколько людей потеряли свои деньги и естественно никому ничего не вернули не возвращали всех просто перебанили и все что могли люди в итоге делать это писать комментарии под моими роликами рассказывать свои истории но для меня до сих пор остается загадкой почему на него не написали коллективное заявление в полицию и он просто продолжает разводить людей дальше живет там то швейцарии то в дубае просто на деньги тех кого он кинул а люди просто смирились с этим не это мне абсолютно непонятно почему так так что друзья вот в эту скамину ни в коем случае не заходите вас здесь кинут на деньги так как и кинули уже очень очень много людей и собственно истории этих людей я дальше в ролике вам оставлю то есть если вы хотите то можете посмотреть все эти люди предоставили эти ролики добровольно я не взял их откуда-то из левого места мне все эти ролики предоставили эти люди пострадавшие для того чтобы я их опубликовал но когда я снимал первые два ролика мне их было просто грубо говоря некуда вставить так что сегодня вы можете послушать истории людей которые были кинуты антоном катином всем привет меня зовут григорий и я вкладчик шутс который благополучно закрылся доверил денежные средства антону катину за его громогласные обещания за якобы политику диверсификации своих активов по факту человек присвоил денежные средства более более 10 миллионов долларов совокупности никакого отчета по фонду ничего нету просто закрыл его сказал денег нету в его чате этот вопрос нельзя обсуждать поднимать сразу получают баны как будто ничего не было как будто этого проекта не существовало вот мой вклад был совокупности 44 тысячи долларов помимо этого брал монеты его проектов которые как выяснилось просто главная цель была это отъем денег присвоить себе денежные средства менялась только тема и обертка этого проекта вот поэтому были проекты с ст которые он тоже много что обещал о том что у него не опустит цену ниже 2 долларов что там очереди на покупку но много чего как итог все скам скам с ст треск тоже обещал целую и родма прессовал и что там запуск всего и как папа по итогу целый портфель и скамных монет его проектов и главное это скам самого шутца который даже уже не выносится ни на какое обсуждение и просто просто забыт просто человек ведет себя крайне высокомерно и уверен своей правоте безнаказанности а все виноваты у него поэтому иметь дело с этим человеком нельзя категорически и он должен понести наказание я являюсь влачком фонда шутс директор которого антон катин катина его команда обещали 80 процентов годовых но в двадцать втором году выплатили кладчиком 2 процента за квартал далее был ли разосваны письма о том что фонд закрывается и выплат не будет кроме того вклад тоже возвращен не был я являюсь вкладчиком фонда шутс директором который является антон катин которые предложил контракт под 80 процентов годовых утверждал что он его команда умеют зарабатывать на крипто рынке деньги неважно рынок падает растет они профессионалы они знают что делают и все такое вот ночью в начале 2022 года два процента было было выплачено два процента квартальных вот и с объяснениями что рынок устаканится и выплаты продолжится прошло полгода выплат не было пришло только уведомление на почту что фонд шульц закрывается выплат нет и не будет то есть еще раз доказывает что антон катин мошенник и аферист который обманул людей и кинул их на деньги добрый день меня зовут марина в проектах антона катина я потеряла 12 тысяч долларов из них 10 тысяч это проект шутс фонд шутс нисколько не пирамида да как говорил антон также две тысячи проект рокс капитал который и напрямую продвигал антон катин помимо шутс и рокс существует также проект токен ассэстет токен фостер гризли и все бы вспомнить на самом деле у антона много очень разных проектов и к сожалению все они являются скамом как то так естественно все свои транзакции я смогу подтвердить это я не придумала на то блокчейн существует для того чтобы все было прозрачно поэтому так всем привет записываю это видео не с позиции жертвы с позиции человека который защищает свои права чего вам всем желаю вот вошел в проект шутс капитал марте 22 года по рекомендации на очень хорошего друга который получал стабильно там свои дивиденды в размере 20 процентов квартал я вложился в марте в размере 300 тысяч рублей по тому курсу это было 2600 долларов ну и собственно как все мы знаем в октябре мы получили письмо счастья о том что скам состоялся вот ну и могу сказать одно что мошенник который является основателем из маленького превратился в большого суть его не изменилась и естественно он думает соскочить но мы просто так его не отпустим я являюсь потерпевшей от мошеннических действия антона катина мой ущерб составляет 50 тысяч долларов в середине 20 года я была добавлена в чат нейтрин и за действиями катина за его инверс инвесторской трейдерской деятельности я наблюдала год в мае 21 года пообщавшись с некоторыми членами комьюнити я решила инвестировать небольшую сумму порядка 2000 чтобы посмотреть как это все работает и уже в январе и феврале и марте 22 года я инвестировала уже достаточно крупную сумму то есть в апреле месяце все это прекратило свое существование и по настоящий момент катин отказывается возвращать возвращать наши денежные средства добрый день здравствуйте хочу сегодня рассказать о неком персонажей который кинул тысячи людей на крупную сумму денег зовут его антон катин викторович который настоящее время находится в дубае победил арабских эмиратах и прожигать жизнь направо и налево забрал деньги вкладчиков фонда шут где я лично из своих средств потерял 20 тысяч это сумма на в эквиваленте там порядка 2 миллиона рублей на тот момент покупал их вот что еще можно сказать также ему принадлежат другие проекты как simba storage 3 фостер также он сейчас является активным популяризатором проекта гризли вот и он это объяснял тем что в последние полгода когда пришел срок договора я пытался вывести шума эти деньги каждый раз получал отписки от почты поддержки что не только как бы денег рынок нестабилен типа война и все такое не можем торговать спокойно вот эти басни он продолжались полгода пока в определенный момент в 15 октября он не прислал на почту сообщение о всем держателям так сказать вкладчикам что официант признаваться фонд шутском а вот а по доказательствой на базе видно что получение изыскание наглядно видно как он в конце сентября выводил огромную сумму денег с кошельков вот те же самые 10 миллионов долларов которые находились в фонде шут помимо этого он еще выводил огромную сумму то есть двух кошельков выводил огромную сумму в размере больше 50 миллионов долларов то есть это как бы и отмахливая что денег нет она это просто блеф поэтому я считаю что данный человек совершил очень грубое противоправное действие подразумевая по собой мошенничество в особо крупном размере и желаю конечно чтобы все воздалось ему по заслугам деятельностью антона катина я познакомился около трех лет назад и тогда это был фонд нтс 81 предполагающий 20-25 процентов ежеквартально на вложенные из дт вот я зашел туда небольшую сумму после этого был еще фонд нтс 165-169 процентов потом он перешел в нтс 80 вот и впоследствии он преобразовался в шут вот соответственно в таком виде в шутце он и погиб засканился у меня на момент скама было там более десяти тысяч долларов соответственно был еще проект rocks в котором тоже бесследно пропало около пяти эфиров и фильмов вот и еще был проект симба в который мы вкладывали часть биткоинов вот слава богу я оттуда все вывел почувствовал что пора это заняться и успел вывести вот есть также более тысячи долларов в проекте трес это купленные токены трес так называемые вот и немного совсем там в foster проекте токены есть проекта нет соответственно суммарно пятью проектами тона катина я потерял около 15 тысяч долларов по проектам ну плюс пять эфиров по rocks всем привет я являюсь вкладчиком фонда шутс главой который был антон катин который обещал своем фонде выплачивать 8 процентов годовым криптовалюте при этом утверждал что он является грамотным трейдером со своей командой хорошо зарабатывает и знает рынок что растущий падущий неважно все равно они умеют грамотно на этом зарабатывать в начале 22 года он заплатил людям только два процента квартальных после этого потом перестал выплачивать вообще какие-либо проценты говорят что рынок нестабильный подождите все устаканится я начну дальше вам платить кайштоге он закрыл свой проект сказал что рынок нестабильный я на нем работать никогда не работал здесь такими политическими ситуациями стране и в мире закрыл свой фонд забрал деньги и все и доскидание сказал людям спасибо за внимание никому ничего не объясняю одним словом кинул всех на деньги и скрылся одним словом явно выражена пирамида жулик одним словом добрый вечер меня зовут лужбин сергей я один из пострадавших от действий антона катина то есть фонд шутц и прочие его проект до в который меня привел сергей мусихин который является моим рефералом а если обратиться к эзерскану и к моему кошельку то будет видно да значит что у меня на текущий момент на кошельке находится 23 тысячи токенов шутц а это в общем то равняется сумме вклада в usdt токены трес и токены sst вот на токены sst я потратил порядка 15 тысяч долларов вот на трес сейчас не могу сказать не помню но не суть в общем в общей сложности мои потери пятка 40 45 тысяч долларов составляют на текущий момент от 10 антона катина вот естественно фонд шутц сейчас уже как бы не действует и сайт заплатирован но тем не менее у меня имеются все скриншоты моего кабинета личного очень хочу чтобы виновные понесли свое наказание ну и вернуть естественно потерянные деньги спасибо вкладчик фонда шутц основателем которого являлся антон катин известность камер как оказалось мой личный ущерб от потери денег составил 136 тысяч долларов кроме этого катин занимается таким продуктами как трес симба рекламируют гризли уважаемые господа будьте очень осторожны все что связано с антоном катин является скамом и мошенничество на обман вы потеряете свои деньги